японский двигатель 1 g ну вообще 1 g но в народе его называют 1 g вот он это принципе то с чего начиналось именитое знаменитое японское качество дело в том что вот этот вот движок сам по себе то есть это рядная шестерка это то что было перед легендарным 1 jz то есть то же самое считай только два клапана на цилиндр сам по себе вот этот вот двигатель он ну в принципе очень простой и какими-то мега хитрыми техническими решениями не отличается но этот двигатель стоял на автомобиле 81 года здесь даже ну так как он довольно сравнительно рано попал к нам в страну тут применяли еще такую охлаждающую жидкость его побило вот этот вот двигатель он интересен и хорош тем что он очень простой но он сделан на свое время очень высокотехнологично несмотря на то что тут всего два клапана на цилиндр этот двигатель имел систему впрыска ну то есть инжектор причем здесь применялся инжектор электроника то есть стояли форсунки которые управлялись электроникой до система была очень простая про распределенный впрыс тут вообще речи не шло здесь стоял трамблер то есть управление двигателя при установка зажигания при помощи трамблера но тем не менее это был инжектор свое время также с коробкой автомат и по технологичности вот потому как он вы выполнен в то время если сравнить его с бмв мерседесами именитыми тех годов вот начало восьмидесятых ну скажем семьдесят девятый восемьдесят первый год или даже например взять там что-нибудь кинете рено пежо или там вольво то евро автопром в принципе рядом не стоял по продуманности и технологичности как вы был выполнен это двигатель значит впуск как я уже сказал тут всего два клапана на цилиндр но здесь японцы подошли очень скурпулезно к использованию кинетической энергии впускных газов хочу заметить что здесь очень большой длинный путь впускной и дальше разберу покажу и каналы здесь выполнены очень ну то есть там они выполнены очень скрупулезно там нету каких-то расширений сужений там еще чего то то есть подходили к этому вопросу очень серьезно единственное что здесь шестой цилиндр имеет канал чуть чуть короче но я так понимаю это вызвано какими-то конструктивными особенности особенностями кузова где этот двигатель и располагался при этом при всем дроссель здесь сравнительно не сильно большого диаметра вот он так и конструкция его очень проста ну то есть он стоит во первых в середине двигателя соответственно вот он там такой микро ресивер ну то есть все очень просто но тем не менее продуманное единственное что у меня всегда вызывали вопросы подобное и кронштейны которые выполняются в виде крепления чего-либо ну то есть каких-то вспомогательных устройств там виде генератора гидроусилителя неважно но какие-то устройства и также этот кронштейн выполняет роль патрубка охлаждающей жидкости то есть выход на радиатор датчики здесь стоят но я понимаю что ничего там расшатать и течь не должно но такие решения у меня скажем сомнительное решение мне вызывали всегда вопросы то есть неужели нельзя сделать отдельно кронштейн они кстати потом поняли что можно экономить алюминий и не обязательно из алюминия делать вот эти вещи они стали делать его из штампованных пластин также на движке присутствует но это как и на большинстве движков то есть крюки монтажная причем с этой стороны монтажный крюк выполнен то есть двигатель при этом при при всем что я рассказываю он в принципе довольно бюджетный в построении то есть японцы подходили к этому скрупулезно ну то есть они экономили где могли например вот этот вот кронштейн монтажный он же является выходом на печку здесь ну то есть все гениальное просто зачем что-то где-то городить когда можно все это сделать одним целым узлом соответственно выход под масляный фильтр крепление опор и так далее шкив здесь естественно еще под клиновидный ремень причем здесь три ремня ну то есть один на кондиционер ну и дальше на вспомогательные агрегаты ну естественно ремень газораспределения 80-ый год ну точнее 81 но стоит ремень газораспределения потому что уже в то время это было правильно то есть могли делать нормально технологично это сейчас стали делать цепь чтобы она рвалась ремни ходили ну и конечно не могу не отметить систему с термостатом вот она помпа помпа кстати на джизетовскую очень сильно похожа но система с термостатом то есть маленькая очень компактная ничего грубо говоря лишнего здесь нету целом двигатель хоть и рядная шестерка но он довольно компактный кстати конструкцию он имеет чем-то напоминающий опелевскую двигатель в плане того что здесь например постель распределительного вала она сделана как часть корпуса головки ну и сверху очень маленькая крышечка но и в отличие от опелевского двигателя здесь головка крепится к двигателю именно вот головка своими болтами крепится постель с распределительным валом она отдельно снимается ну то есть не так как на опере там все собирается пирогом ну и так как верхняя крышка она маленькая ну соответственно небольшая она имеет всего шесть креплений 6 точек за затяжки но в то же время все вот скрупулезно выполнялась вот они гаечки то есть штампованные с прорезиненными прокладками такими шайбами то есть вроде мелочь-мелочь но и естественно еще штамповка фирмовая например на заливной крышке и то же самое здесь если посмотреть вот она есть на блоке крышка выполнена уже вместе с сапуном но сапун штампованный на заклепках то есть эта тенденция еще довольно старых ну очень древнего времени механизм газораспределения здесь гениален своей простотой и функциональностью значит но распредвал здесь не имеет полностью полноценных там полных опор потому что здесь есть некий скажем пропуск но в данном случае это скажем терпимо так но значит механизм газораспределения здесь собрано вот она два вот этих вот клапана так вон они пружины клапанов вот они ракера здесь стоят а вот это гидрокомпенсаторы ну то есть если мы посмотрим на разобранное место вот они колодц колодцы под гидрокомпенсаторы соответственно там стоят клапана система напоминает вот по конструкции можно сравнить ее например с жигулями классикой но только в отличие в том что здесь она работает долго хорошо в жигулях там из-за исполнения не очень она работает система гениальна тем что в свое время они сделали вот эту систему что полностью исключает надобность лезть в двигатель когда-нибудь то есть вся система работает не надо эти клапана регулировать они никогда поджаты не будут и так далее так далее больше того скажу что потом они от этого отказались но в последнее время они вернулись к вот этой системе с рокером единственное что они роликовые рокеры стали делать потому что система гениальна тем что стоят компенсаторы они есть системе но они не участвуют в работе в возвратно поступательно движущихся массах они как опора все что участвует в работе это рокер ну соответственно там пружина клапан то есть все больше ничего здесь не нужно то есть система максимально легкая облегченная насколько она может быть и в то же самое время она функциональная хочу заметить также на распределительный вал это позволило так как применяется рокер это позволило сделать не сильно высоким относительно базы подъем на распредвале потому что там идет передача через рокер через плечо соответственно и это позволило и в то же время на распредвалу ну довольно широкая фаза то есть по профилю полная то есть она не сверх широкая но время сечения здесь очень хорошая благодаря этому то есть начали все делалось грамотно правильно отлично вот распредвал здесь единственное что он крепится на болтах они на шпильках ну это в общем то массовое производство ничего страшного учитывая его длину и то как все это дело собирается то в принципе все это нормально также присутствует трубка для полива маслом кулачков ну то есть все продумано все смазывается вот эти вот трубки кстати нужно прочищать при ремонте потому что ей бывали такие случаи что трубка забивается где-то и в этом месте выедает кулачок распредвала то есть не потому что кулачок там плохой распредвал плохой именно потому что забивается трубка и не поступает смазка очень длительное разобрав коллектор на две части я хочу продемонстрировать тот момент что внутри имеется канал то есть он довольно ровный хороший без каких-то там сильных выступаний куда-либо но с этой стороны например да там конечно присутствуют некоторые моменты от литья но в общем то есть каналы сделаны отлично вот этот коллектор алюминия на него здесь тоже в свое время не жалели то есть вот он такой такая литая конструкция здоровая я хочу заметить что сразу же вот не отходя прямо вот они впускные каналы на головке ну то есть соответственно один канал 2 3 я хочу обратить ваше внимание на то какие здесь ну конечно не идеальная поверхности насколько они отличные сколько они гладкие имеют нужную шероховатость и никаких там соплей каких-то приливов еще чего-то то есть я показываю кстати иногда современные двигатели говорю то есть ну как можно делать там вот то вот то вот пожалуйста выпускался двигатель старый двигатель но тем не менее станочная обработка и даже не станочная обработка а правильно искать литье здесь лучше чем на некоторых современных движках ну за китайские двигатели общение говорю по литью там они к сожалению не очень также выпускной коллектор это чугунный коллектор выполнен как 6 2 ну то есть вот раз два три канала сходятся в один вот он здесь и еще три в один то есть юни нельзя сказать что он совсем задавленный то есть тут что-то похожее на канал я имею ввиду как нельзя сказать что он задавленный современных версиях есть коллектора которая значительно хуже чем то что выпускали раньше японцы а это а это а этот а этот коллектор сравнительно неплохой по конструкции также кстати здесь так как он большой длинный он крепится на болты м10 вот это потом они уже стали 8 делать как и на вкус но отверстие здесь если посмотреть ну вот здесь видно она типа как под 12 или 13 минут где-то около 12 миллиметров это сделано для того чтобы когда коллектор будет нагреваться то есть вот эти вот расширения чтобы это все можно было компенсировать чтобы ничего не головка не треснула не коллектор не треснул мне не было никаких повреждений особенность конструкции и исполнения вот этой вот головки как я уже говорил постель распредвала идет отдельно причем хочу заметить что вот здесь вот где есть крепление распределительного вала по бугелям то есть вот это вот отдельная полноценная постель которая снимается и монтируется на головку вот эти вот болтами то есть вот эту постель можно во-первых открутить и демонтировать вместе с распределительным валом нужно либо снять либо установить второй момент случае износа вот этот элемент можно заменить потому что его менять проще чем менять головку то есть если случае каких-то совершенно серьезных износов ну и в-третьих то есть его ремонтировать если нужно устал вопрос о ремонте его ремонтировать немножко легче то есть сразу же здесь заложен момент с ремонтопригодностью подобной конструкцией может похвастаться один лишь двигатель наверное с опеля и с ваза там где сделано тоже отдельно постель распредвала то есть например на жигулях нет проблем с распредвалом но я имею ввиду с его ремонтом он просто меняется ставится новая постель с то же самое здесь то есть этой проблемы здесь в принципе по ремонтопригодности здесь не существует все выполнено одним боксом то есть шестерня то бишь звезда японцы еще в те времена любили делать такие штампованные звезды то есть в этом плане продумано то есть продумывалась в перспективе на ремонт головка со снятой постелью то есть есть колодцы под гидрокомпенсаторы сами компенсаторы два ролика два ролика рокера потом они уже стали их делать роликовыми но изначально они были подобной такой конструкции ну и соответственно сам элемент который вместе с распределительным валом из особенностей конструкции вот подобных систем я могу заметить следующий момент что например при ремонте головки ну вообще ремонте подобных движков нужно обращать внимание на ровность вот этой вот поверхности потому что если она будет деформированная в случае ну в общем в результате жизнедеятельности двигателя то потом при затяжке вот этого вот элемента постель может немного деформироваться здесь хоть и сделаны большие такие как проточки что ли углубление для того чтобы минимизировать влияние деформации но тем не менее она может деформироваться и распредвал своей постели будет приклинивать иногда это не страшно то есть он немножко приклинивает но самое главное том что если он приклинит ну то есть геометрия нарушится соответственно он где-то выпилит выезд опорную поверхность и будет потеря давления масла что собственно ну что абсолютно не нужно в данном случае то есть при ремонте двигателя кстати вот он элемент куда ставится трамблер точнее место и посадочное место с этой стороны причем хочу заметить что вся эта постель крепится в двух местах на шпильках для центрирования то есть шпильки и снизу там стоят направляющие но здесь направляющий просто нету ну и не было в нашем движке но они здесь по конструкции есть все ставится центрируется затягивается и все имеет свое нормальное положение более детально вот они рокеры потом они стали делать роликовые рокеры ввиду того что могли облегчить так сказать задачу и соответственно гидрокомпенсатор гидрокомпенсатор чем-то похож на опелевский гидрокомпенсатор который стоит в колодце потом они такие же конструкции делали на четырех клапанной головки не имеют четыре клапана на цилиндр но только значительно меньше гидрокомпенсаторы по ну своему объему крепление распредвала в постели осуществляется соответственно бугелями но они здесь не имеют никаких втулок направляющих для их центрирования но все гениальное просто соответственно вот он у нас бугель есть и он центрируется если мы вот сюда его вложим и внимательно внимательно посмотрим то мы сможем увидеть что бугель центрируется в самом куб самом корпусе он центрируется вон он соответственно его центр с одной и с другой стороны это и есть его центровка то есть все гениальное просто они не стали ставить сюда направляющие но тем не менее от центрированный бугеля нормально то есть именно чтобы он не имел каких-то смещений в сторону смазка распредвала в этой постели осуществляется таким принципом что в одну из спасну последнюю шейку подается давление масло соответственно спорт про . и в остальные опоры смазка попадает через распределительный вал то есть соответственно вот они каналы я хочу заметить что каналы здесь имеют достаточно большой диаметр ну вот ну то есть что нормально обеспечивает смазку всего распределительного вала ну и первая шейка является и опорной поверхностью от осевых перемещений ну и как я уже говорил ранее трубочка которая подает смазку пыска на кулачки если и на нее присмотреться чуть более внимательно то есть вот они отверстия на которые нужно обращать внимание и обязательно здесь их ну следить чтобы они были прочищены и чтобы масло через них поступало на распределительный все вроде бы чистое бывало такое что разбираешь движок и какой-то кулачок съеден ну самые разные движки и ты смотришь на эту трубочку а там она забитая естественно проверить распредвал на биение особенно такой длинный это святое дело я хочу заметить я его вращаю ну и сад вот бунта на биение в районе соточки то есть вал исполнение вала хорошая и несмотря на там разное количество опор года нагрузки и так далее по пружинам которые стоят здесь то есть 40 около 40 там 1 2 килограмм распредвал не был деформирован то есть ничего с ним не случилось плюс привод трамблера то есть ничего с ним не случилось ничего не деформировала не выжило то есть ну вот вам наглядный пример один из интересных конструктивных моментов здесь вот это вот крышка это крышка ремня газораспределения так она крепится на 4 м 10 вот они при этом крышка имеет вот такие вот центрирующие направляющие так хотя герметичности здесь какой-то быть не должно то есть здесь стоит постель соответственно в ней сальник стоит и так далее и все это выполнено для той крышка сама вот это она это алюминий и на этой крышке то есть все это выполнено для того чтобы ну здесь висит кронштейн вот этот вот крюк для монтажа до монтажа двигателя я честно говоря впервые вижу такое конструктивное решение чтобы для вот этого крюка была сделана отдельная деталь которая в принципе может быть пластмассовый ну и должна быть чтобы она именно выполнялась отдельно там с направляющими со всеми делами именно крышка декоративный момент вот в принципе ничего плохого в такой конструкции нет но в массовом производстве это очень дорого то есть намного проще кронштейн куда-нибудь прилепить где-нибудь возле коллектора то есть дело здесь какую-то такую специальный кронштейн и вот прицепить нежели отливать и крепить вот эти вот все крышки вот такое конструктивное не знаю чем связано это конструктивное решение почему именно так они сделали вот какой-то функциональности в этом никакой нет то есть это не лучше не хуже просто вытащить один раз двигатель и поставить ну как-то немножко расточительно демонтировал головку хочу конечно заметить что это не джизитовский блок естественно потому что он отличается вот двигатель и ход здесь 75 диаметр поршня 75 миллиметров ну и с точки зрения ну то есть два литра 6 цилиндров это двигатель конечно современной точки зрения можно назвать в принципе бесполезным бесполезным в том плане что он двухлитровый при этом он большой тяжелый около 180 килограмм со всеми делами расход по городу у него как мануал говорит около 14 литров ну там трасса 7 и 9 смешанные там почти 10 вот ну то есть в этом плане он можно считать его бесполезным так по мощности он там самые простые версии выдавали с атмосферная 105 лошадей и до по моему 160 были движки оснащенные турбинами там со всеми делами но мы говорим в частности за атмосферную за атмосферный вариант ну с точки зрения молодежи наверно да двигатель бесполезный хотя в если с другой стороны рассматривать этот движок на самом деле он далеко не бесполезный как может показаться на первый взгляд хоть это и два клапана на цилиндр кстати поршень здесь похож на ну вообще камера сгорания поршень похож на жигулевский ну то есть как два клапана они под наклоном стоят итак значит самое главное вот в этом вот двигателе самое изумительное что есть это его ресурс и надежность единственное что до 2 литра я бы конечно за счет хода коленчатого вала увеличил бы объем типа как до двух с половиной там или даже до 2 и 8 или 3 литров от этого было бы причем не меняя ни головки не диаметр поршень ничего от этого можно было бы добиться более больше экономичности от этого двигателя и скажем осовременить его но в целом вот как он есть это двигатель далеко не бесполезен именно с точки зрения ресурса потому что его начали в 79 производить и тогда уже тогда сделали нормально первые двигатели я хочу заметить что вон там большое количество ну как большое достаточно глубокая рубашка охлаждения при этом я хочу заметить что там есть сейчас отсюда я тут где-то светил и оно было видно там в общем есть полноценные протоки между цилиндрами единственное что они где-то я видел они забились грязью вот там вот он свет немножко виден вот я его там провожу вот с этой стороны ну в общем видно скажем так себе ну в общем он свет вот раз вот я здесь вот так вот раз он свет возможно как-то с другой стороны будет показать мне немножко проще но в общем там есть про протоки может между цилиндрами он может быть не такой прям огромный там или еще что-нибудь в этом роде плюс он забился как я уже говорил грязью ну не грязью вот этой вот коррозией но протоки там есть значит самое главное в этом двигателе это его в задней части двигателя соответственно вот он кронштейн который он же крюк и он же выход на печку сзади что я показываю они еще хочу заметить что это заводское исполнение это не какой-то самопал то есть это завод изготавливал вот эти вот вещи буду на посадочное место под помпу ну единственное что конечно от простоя здесь помпа заржавела ну по всей видимости от того что там применялось ранее ну и она заклинила соответственно вот оно отверстие в которое ну точнее канал в которое заходит охлажденная охлаждающая жидкость вот он термостат так значит интересное здесь не это значит ну во первых японские технологии вот он шкив ну или шестерня грм и все снимается руками ну есть тут конечно вот такой вот люфтец небольшой ничего в этом хорошего нету и при установке фазы могут не могут они будут сбиваться поэтому для того чтобы вот эти вот все люфты компенсировать и нужны регулируемые звезды то есть это конструктивный нюанс значит помимо этого здесь стоит шкив загасителем крутильных колебаний он сам по себе довольно тяжелый ну то есть как я показывал по три ремня с прорезиненной вставкой вот она прорезиненная вставка но он тяжелый я что хочу я собственно это и продемонстрировать то есть здесь есть мои весы для того чтобы вот они по нолям я его сюда одеваю вот он висит и он останавливается здесь ну вот он 3820 его до этого уже взвешивал 3820 то есть он весит почти 3900 то есть это довольно тяжелая ну довольно тяжелый шкив сам по себе конечно его диаметр не сильно большой чтобы оказывать какое-то огромное действие как маховик например но тем не менее он и не маленький учитывая консоль то есть то что он висит на валу и консоль с этой стороны так вот то что здесь сделано неразумно абсолютно со стороны японцев они потом перестали делать такую порнографию но тем не менее это факт значит вот это вот ничто иное как масляный насос то есть вот он насос сам по себе отличный роторного типа производительность его здесь достаточно скромная но тем не менее то есть это полноценный роторный насос почему говорю порнография потому что роторный ну вообще масляный насос он приводится в движение от ремня газораспределения то есть соответственно вся нагрузка от привода масляного насоса да здесь стоит редукционный клапан который сбрасывает давление который не позволяет там каких-то больших усилий развивать но тем не менее все равно идет лишняя нагрузка на ремень газораспределения что само по себе не хорошо то есть много лучше было бы сделать его этот насос отдельно но тем не менее 79 год но там 80 они применяли роторный насос эти роторные вот эта конструкция сейчас вот такие вот насосы на мотоциклах японских стоят я имею ввиду 4 грани на ведущей звездочки и 5 внутренней грани на ведомой и как практика показывает насосы работают эти великолепно не знаю что здесь вот он с этой стороны редукционный клапан и канал для слива избытка масла вот это вот отверстие это и есть вот он масло сюда поставит вот это вот отверстие канал так и она вот сюда вот соответственно у нас травливается здесь ну а здесь стоит впуск несмотря на внушительные размеры там объем двигателя здесь объем масла всего лишь около четырех литров то есть там есть разные варианты но соответственно поддон он очень небольшой вот он здесь всего лишь навсего 4 литра масла но если быть более точно здесь пеногаситель не все коленчатый вал здесь в принципе довольно простой конструкции у него есть два противовеса но не везде на шатунную шейку сейчас я более детально покажу этот момент то есть ну вот здесь например с этой стороны у него противовесов нету с другой стороны то есть на шестом цириндере у него есть два противовеса но они стоят не друг напротив друга относительно ну с ней с неким смещением но это такой скажем промежуточный вариант уравновешивания но все работает но более классическая схема немножко лучше этим они пытались добиться того чтобы сделать коленчатый вал чуть легче чем он есть вот но все работает все есть но такая схема нравится мне чуть меньше чем классическая опять же хочу заметить обратить ваше внимание на то что здесь минимальное расстояние от противовеса до поршня там вот этот момент сейчас виден ну поэтому соответственно компоновка по длине шатуна и тому подобное было подобрана исходя из этих геометрических размеров передняя часть движка и как я до этого говорил вот он вот они масло каналы ну то есть с этой стороны если мы перевернем тут у нас стоит масляный насос ну соответственно вот он вот оно отверстие для из травливания избытка масла снизу впуск масляный в виде вот такой вот трубки она не сильно длинная но ху имеет хороший диаметр то есть пропускную способность то есть соответственно масло стравливается на впуск ну что не очень хорошо и приводит к вспениванию скажем так масло иногда эффект кавитации то есть это ну можно в простонародье можно назвать это вспениванием и в какой-то момент движение на впуске в трубке прекращается значит в остальном крышка алюминиевая она очень простая ну то есть тут нет ничего лишнего тут стоит сальник в ней и подача охлаждающие жидкости через это отверстие ну и часть корпуса помпа она является все то есть все как гениальное просто больше нет нет ничего лишнего но тем не менее она естественно стоит на направляющих вот причем они ну то бишь японцы они любят делать так что когда что-то стоит на направляющих в местах на направляющих обязательно стоят шпильки для того чтобы ты центрировал ее туда одел остальное уже прикручивается болтами задняя крышка здесь алюминиевая очень простая 6 болтов крепления но естественно все сидит на штифтах то есть но это как бы должно быть на любом движке причем здесь она сидит если ее здесь установить на место она сидит немножко ну она провалена за привалочную поверхность с которой центрируется ну только на которой опирается головка то есть обычно все вот эти вот элементы они ну как бы сверху идут для для простоты для потому что поверхность просто проще обрабатывать на станке то есть по за один заход сделал поверхности для крышки и для прилегания но здесь они сделали сложнее то есть поверхность под коробку это одна поверхность а поверхность под крышку с сальником это другая для того чтобы поддон спрятать я ранее показывал канал из слива масла с головки все это сходится в один канал в блоке вот с этой стороны вот он с другой стороны вон он вот а вот часть вон он канал ну и с этой стороны сзади стоит вот такая вот штука экран для того чтобы масло которое стекает из головки не попадала на коленвал и не разбивалась не ну в общем не вспенивалась хотя с этой стороны тот же самый канал все то же самое но отсутствует такая штука коленчатый вал его обзор и диагностика начинается естественно с проверки его набиение то есть но вот она вся система если посмотреть то есть я шатаю рукой так и я начинаю вращать коленчатый вал то есть я его вращаю но так вот чтобы видно было что я его вращаю ну и он здесь стрелка индикатора здесь стоит не двигается то есть биение у этого вала вообще фактически отсутствует не фактически она реально отсутствие этом коленвал не имеет полностью классических противовесов как любые другие подобные валы где идет два противовеса на одну шатунную шейку здесь противовесы расположены с таким неким смещением то есть более простой вариант уравновешивания так ну так как он не за не считали что он не будет испытывать каких-то мега нагрузок поэтому соответственно сделали так значит но интересное в этом валу то есть как бы вал да и вал но интересное здесь следующее смотрите значит здесь применяются вкладыши в бугелях стоят обычные вкладыши на в блоке стоят с проточкой ну в общем как в жигулях можно сказать да упорные полукольца четыре штуки теперь самое интересное самое интересное это то что вал имеет полноценное косое сверление вот он вот но в то же время вот она здесь вот он здесь канал так мы смотрите в то же время этот канал просверлен на 180 градусов то есть такой гибрид своеобразный вроде бы косое сверление но просверлено на 180 градусов но поэтому и вкладыши такие причем я такое исполнение коленвала с каналами вижу впервые я до этого нигде ни на каких автомобилях такого не встречал чтобы был просверлен обычный но фактически классический косой канал ну вот и дополнительно здесь был он соединен с другой стороны то есть так понимаю это они сделали для того чтобы здесь применить вкладыши там сплошные здесь с проточка вообще это вот этот момент это далеко не самое грамотное мягко говоря техническое решение потому что ну движение масла если бы еще бралась бы из центра ну то есть как обычно сверлит канал где-то в центре шейки выходит а так канал он фактически выходит с одной стороны то есть с одной стороны масло подается в какой-то момент к шатунной шейки хорошо с другой стороны когда он переворачивается это нужно масло продавить преодолев центробежную силу продавить на другую сторону тем же самым здесь масло расходуется на смазку вкладышей вот этих вот и потом уже часть идет к шатунной шейки ну система конечно вся работает как показывает практика но вот ну не очень это хорошее техническое решение вот и к тому же лишние каналы сверлить в коленвале это его ослабить то есть по моему проще было все-таки поставить вот эти вот вкладыши по кругу и не изобретать велосипед тем более есть масса движков тех же даже японских где стоят вот такие коренные вкладыши и там и там и в блоке и в бугелях и все ходит отлично все имеет ресурс то есть ничего не разбивается ничего нет тем более как показала только что биение у него здесь отсутствует то есть вал сделан отлично поэтому такое довольно интересная интересная штука головка по конструкции здесь очень напоминает вазовскую компоновку то есть даже поршень 75 миллиметров в вазе изначально 76 например если взять 1300 передний привод и клиновидная камера сгорания причем хочу заметить вот какой интересный нюанс то есть если мы возьмем штанген и замеряем весь диаметры седел но смотрите впуск например у нас 31 миллиметр но те только что мерил мне был 31 с половиной на каком-то но вот где-то 31 с какими-то копейками ну то есть фактически как стандартный вас вот его там потом растачивают там на 33 на 34 вырастающих но то есть стандартный вас 31 с половиной так и выпуск вот если мы замеряем здесь так у нас 26 миллиметров ну почти как на стандартном вазе там чуть чуть меньше то есть и клиновидная камера сгорания с вытеснителем с одной стороны с проточку не про . то что народе называют то что на жигулях здесь идет вытеснитель это конечно с одной стороны хорошо с другой стороны это урезает наполнение здесь они сделали более такой плоский момент чтобы при впуске цилиндр наполнялся нормально и даже есть такой момент что со стороны впускного клапана здесь вытеснитель имеет вот такое вот углубление для того чтобы минимизировать негативное влияние то есть ну вот чтобы не было никаких мертвых зон начну меня два клапана только собрана на этой головке и головка сам себе маленькая легкая простая здесь стоят пружины клапанов полноценные двух дну две пружины наружная и внутренняя маленькая пружина вот она пружина клапанов то есть я тут все разобрал они стоят вот они я от промерил высоту и в засухаренном состоянии так далее высота засухаренном состоянии у меня получилось около 36 миллиметров так ну соответственно вот мне штанги на зафиксировал ну вот он я здесь показываю что он сюда свободно входит вот там где тарелочка так я это все показываю для того чтобы показать самое главное соответственно вот они наши килограммы кило смотрим сколько у нас получилось усилия а усилия здесь получилось сорок один с половиной килограмм почти сорок два килограмма ну округлим в меньшую сторону сорок один килограмм пожалуйста вам пример нормального движка не делали лишь когда-то нормальная пружина японцы то есть все было на и ходил и благодаря этому и еще разным конструктивным моментом движки у них и выхаживали там по миллиону пожалуйста все вот он как бы вам пример нормального движка и при этом хочу заметить что вот они рокера которые здесь были ничего здесь не выжирала не разбивала то есть они здесь побиты вообще от этого двигателя в войне когда его разобрал от него воняло маслом таким как с газоновского двигателя то есть такое ощущение что до этого ну старый владелец лил там какое-то масло непонятно вот здесь есть небольшие повреждения на рокерах но тем не менее его не не сожрала вообще в хлам а здесь и того меньше ну то есть все они делали все работало с гидрокомпенсаторами клапана клапана имеют ножку 7 миллиметров и по своим геометрическим размерам похоже на жигулевские клапана ну то есть вот он тот же самый класс примерно те же самые массы и так далее и вот он пример хорошей нормальной действительно грамотной головки то есть двигатель то сам по себе он простой там нет ничего какого-то ну и скажем с двухлитрового двигателя там 120 130 сил но это не так много по современным меркам тем не менее он надежный то есть его качество заключается в том что он ну точнее его положительная сторона в том что он ресурсный вот он то есть я готов тратить на расход топлива плюс литр на сотню но если я буду узнать что этот движок мне там миллион пройдет я думаю не один я такой теперь момент который касается каналов на головке все сделано с одной стороны я думаю вы уже обратили внимание на то что каналы круглые хорошие без каких-либо там чего-то там непонятного давайте более детально ну смотрите вот он впускной например канал точнее нет я извиняюсь это выпуск вот он выпуск там есть правда прилив под направляющую но скажем это не сильно хорошо но тем не менее не сверх сильно плохо впускной канал имеет примерно тоже стаку такую же конструкцию он он прямой он прилив под направляющую сейчас мы вот он ну это конечно не очень хорошо но тем не менее то есть что это позволило это это позволило снизить общую высоту головки так как общая высота головки здесь не сильно большая если быть более точным и измерить все штангеном соответственно вот он раз нас 100 миллиметров 100 и 5 ну в общем 101 миллиметр если мы округлим то при такой высоте 100 миллиметров уместить весь механизм газораспределения ну довольно сложно это во первых во вторых что касается направляющих почему сделан прилив под с другой стороны со стороны канала потому что направляющая должна иметь определенную высоту для ресурсности если она будет сильно короткой она быстро разобьется немножко пожертвована ну скажем правильностью канала в угоду ресурса ну с одной стороны это не очень хорошо с другой стороны так как двигатель имеет всего два клапана на цилиндр ну в общем то ничего страшного в этом нету так вот они седла я так понимаю седла здесь заводской обработки ну вот она фаска не думаю что кто-то здесь что-то делал ну вот она довольно узкая сделали когда-то нормально все делали все она уже раскрепалась плюс станочная обработка хочу заметить вот с этой стороны здесь есть конечно небольшая ступенька но она тупая то есть там нету острых кромок но все равно там был какой-то срыв потока потому что с ее стороны нагара нет там вот дальше в канале нагар есть вот а с той стороны нету но в целом исполнение вот если ну есть там небольшие конечно зазубрины но в целом исполнение вот этой головки можно сказать немножко лучше не грешно но идеальная но она немножко лучше чем на некоторых современных движках когда я показывал что там прямо такие ступеньки что ваш страшно становится но естественно при ремонте я всегда рекомендую вот эти вот моменты убирать скруглять для того чтобы обеспечить равномерное наполнение одинаковое наполнение во всех шести цилиндрах потому что форсунки заливают в каждый цилиндр одинаковое количество топлива но если в каких-то режимах будут где-то будет ступенька где-то ее не будет и соответственно наполнение будет отличаться где-то будет смесь чуть богаче где-то чуть беднее и это приводит к термонагруженности двигателя в остальном головка отлично ее можно кстати фрезеровать на пару миллиметров для увеличения степени сжатия кстати в отличие от некоторых головок с подобным с конструкцией но вот это вот часть является ну как не консолью в общем обычный и в на жигулях например иногда и на некоторых аномарках и выполняли полой что приводило к тому что вот в этом месте она проваливалась даже при обычной эксплуатации происходил происходило нарушение герметизации прокладки очень пробитие прокладки здесь если посмотреть я специально взял пинцет для того чтобы продемонстрировать этот момент вот его сюда засовываешь так а когда хочешь вот в эту сторону повернуть его он там его между минию его что-то пуск не не пускает там есть ребро жесткости вот здесь по приливу для того чтобы поверхность была упрочненной ну а с другой стороны соответственно там под свечку поверхность то есть вот продемонстрировать момент то есть в этом плане головка нормальная упрочненная там нету каких-то таких ну полостей которые могут перегреться там провалиться или еще что-нибудь в этом роде ну и теперь поршневая сравнительно короткие шатуны насчет здесь применяются сразу грузисной применяются наборные маслосъемные кольца что свою и что еще в те далекие скажем времена что свою очередь увеличивала его ресурс но при использовании конечно нормального масла значит поршень здесь как я уже говорил 75 миллиметров он очень простой но то есть он конструкции похож на жигулевские поршни вот сразу хочу продемонстрировать вот какой момент то есть смотрите жировой пояс ну 6 вот я еще штанген у меня на нуле 6 и 4 жировой пояс перемычка между компрессионными кольцами 3 миллиметра между маслосъемным два с половиной так ну и маслосъемное само кольцо мы замеряем 4 миллиметра фактически так значит но и уже раз я начал его измерять палец палец тут 19 18 миллиметров значит палец сидит очень туго в поршни то есть я так понимаю он либо на горячую должен здесь собираться либо нагаром заросла ускорее всего на горячую старая довольно технология сборки на горячую значит при этом из особенностей конструкции значит поршень он ну как можно было в то время его делали сравнительно небольшой высоты но оставили юбку ему при этом он видимых вставок для упрочнения не имеет но он имеет полноценный маслоотток в виде но здесь вот хорошо видно в виде вот такой вот щели то есть поршень разделен в верхняя часть которая термонагруженная днище поршня с кольцами и юбка они разделены вот такими вот проточками и соединяются между собой только вот в районе бабушки которая держит палец это позволит в то время это позволяло убрать в ней сделать поршень более маленьким и снизить деформацию на с юбки убрать то есть когда разогревается поршень с днище то есть чтобы те деды формат днище нагревается больше юбка нагревается меньше соответственно все это деформируется для того чтобы убрать деформацию здесь сделали такие проточки но они служили для отвода масла то есть для маслосъемных колец значит в то же время поршень не имеет ярко выраженного холодильника ну то есть части где вставляется поршневой палец что в народе называется холодильником вот но все равно это не значит что он имеет какую-то абсолютно круглую форму ну то есть смотрите я хочу вам продемонстрировать вот какой момент то есть с виду он вроде бы абсолютно круглый но это лишь с вида то есть вот мы его замеряем например по юбке он 75 миллиметров а если мы его с этой стороны замеряем штанген уже сюда проваливается вот мы его замеряем мы увидим что он здесь семьдесят четыре шесть то есть он где-то на четыре десятки меньше ну понятное дело ну даже на пять десяток меньше погрешность штангена и так далее то есть холодильник здесь выполняется в виде того что просто он уменьшается здесь диаметр это не износ это не брак там или еще какие-то нюансы это именно поршень делается специально такой формы то есть он здесь в этих местах немножко прослабляя прослабляется чтобы он имел ну запас хода дальше по расшире под запас по деформации при нагреве значит тут соответственно такие приливы стоят ну скажем упрочняющие что снимающие деформацию дальше значит палец крепится на плавающие он крепился вот такими вот вставками они раньше делали усики для того чтобы можно было извлекать их и устанавливать потом они от этого отказались стали делать просто кольца ну и шатун естественно с плавающим пальцем он здесь имеет вот она масло форсунка для полива маслом там в какой в определенный момент положение коленвала так ну и большая головка верхняя головка шатуна она довольно большая все но тем не менее это не убегло ее от того что она очень разбилась но если здесь в общем посмотреть короче я я конечно это к сожалению на камеру не покажу но там есть люфт то есть когда ты его рукой шатаешь там если он не сверх большой ну есть конечно смотришь чем сравнивать с совковой техникой сравнивать так там вообще идеальные зазоры но тем не менее теперь конечно из интересных вопросов это вес поршни ну к сожалению палец я уже не стал его насиловать выбивать значит вес поршни вместе с пальцем так как одно целое триста двадцать три грамма ну давайте добавим еще вот эти вот штуковины там и кольца ну то есть все вот прям все 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 вот она ну 348 грамм до 350 если так округлить его ну то есть больше не с и он не сильно легкий но тем не менее он и я имею с пальцем поршень он и не сверх тяжелый то есть как там 400 чем-то грамм и так далее то есть принципе несмотря на то что он имеет довольно внушительный вид внешний даже скажу более детально если мы его замерим общую высоту поршня он нам 62 миллиметра 62 с половиной но с этой стороны 47 но правильно мерить по юбке ну то есть общая высота то есть он довольно большой 62 с половиной но тем не менее он сравнительно не тяжелый ну раз я стал взвешивать давайте взвесим шатун с вкладышами просто ради интереса так 522 грамма ну грамм на 200 легче чем жигулевский примерно таких же размеров ну ко всему вышесказанному хочется добавить только то что движок действительно хороший если бы его сделать вот сейчас по современным технологиям в том виде в котором он есть он бы был бы реально ресурсный и классный двигатель но от этого в угоду коммерции решили отказаться на этом у нас все благодарю за внимание